вот здесь друзья я обратил внимание широченные и высоченные практике это даже странно я честно такого не ожидал и вот на первый взгляд достаточно все неплохо но если обратить внимание потому что кроме автобуса уже давно застроена еще в советское время друзья добрый день я андрей артемов московский парк победы был заложен в октябре 1941 года на месте которое раньше называлось сызранским полем до великой отечественной войны здесь располагался кирпичный завод который в годы войны принял на себя скорбную функцию крематория московский район всегда был престижным из-за сталинских домов толстых стен высоких потолков больших квартир зеленых дворов широких улиц и близости к центру города жилой комплекс айди победа расположен в престижном московском районе на сызранской улице ближайшие станции метро электросила до нее один километр 300 метров и станции метро парк победы до нее два километра 200 метров я своим шагом до станции метро парк победы дошел за 15 минут конечно идти к станции метро через парк одно удовольствие парк ухожен красив и это историческое место для санкт-петербурга впереди мы видим что на месте бывшего сска строит арену ну соответственно друзья вы должны понимать что после того как ее введут в эксплуатацию и она начнет функционировать недвижимость рядом с ней хорошенько подорожает вот там даже виден жилой комплекс от settle group статус там кстати квартиры с чистовой отделкой а а вот друзья и впереди виден айди парк победы ты как вы понимаете до него рукой подать идти здесь совсем немножко вот друзья арену которую возводят напротив нее промка здесь талоста делает вкусные блинчики с ветчиной и сыром а впереди как раз и виден айди парк победы то есть вы должны понимать все что перед ним за ним вокруг это останется и никто в ближайшие лет десять с этим ничего не сделает проспект юрия гагарина назван в 1961 году в честь юрия алексеевича гагарина гражданина ссср первого в мире космонавта героя спасибо советского союза и вот это местечко сделано чтоб сюда клали цветы но есть вот такие умники которые бросают сюда мусор должно быть минимум стыдно обратите внимание на последний этаж и видите часть фасада выходит за основную часть там будут террасы иду здесь для ограждения потому что тротуар есть только здесь и тут как бахнет смотрите что делает здесь делают рабочие всю какую-то грязь он видите вниз улетит снег там на разбитым кирпичом ну конечно я лично считаю что это не дело было честно говоря достаточно страшно потому что вот этот козырек если что-то потяжелее упадет то его пробьет к сожалению насквозь и ничем он тебе не поможет считаю что застройщику нужно лучше контролировать работу своих сотрудников чтобы не было таких нюансов о человек тоже сейчас это немножечко подофигела того что вот так застройщик кидая этого не снег с битым кирпичом но это конечно ни в какие ворота обратите внимание вот это все летит падает вот сюда вниз ну конечно не очень-то приятно когда идешь на тебя все это сыпется застройщиком комплекса выступает общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик евроинвест благодатная с уставным капиталом в 10 тысяч рублей жилой комплекс айди парк победы строится по монолитной технологии наполнение между несущими стенами керамический кирпич а материал фасадов штукатурка с окраской по технологии мокрый фасад в проекте есть французские балконы эркеры окна в пол и террасы стандартное межэтажное перекрытие 18 сантиметров толщиной между стандартным перекрытием и стяжкой находится шумоизоляция стенофон толщину 5 миллиметров если обратить внимание на фото отчеты застройщиков то ход строительства нормальный но везде крупные планы и мы не лично не хватает деталь фотографии внутри помещений инженерные сети что там делают рабочие на крыше и если стройматериал на стройплощадке класс энергоэффективности всех зданий б высокий комплекс состоит из 6 11 этажных зданий 4 6 11 этажных зданий соединены между собой коммерческими помещениями на территории комплекса должна быть школа с детским садиком но я к сожалению проектной декларации на садик и школу не нашел если вы нашли поделитесь пожалуйста эту информацию с нами оставим свой комментарий к этому видео и не забывайте что у школы и детского садика есть своя территория очень внимательно смотрите на рендеры от застройщика квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир комплексе будет 962 квартиры и 855 машина мест включая 540 мест на территории комплекса и 31 машина место для электромобилей застройщик позиционирует комплекс как комфорт-класс и я с ним согласен согласно данной квартирографии студии и однокомнатные квартиры займут 49 процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 33 процента трехкомнатные квартиры 14 процентов и четырехкомнатные квартиры 3 процента от общего числа квартир квартиры застройщик будет сдавать в белой отделке высота потолков квартирах составит чуть более трех метров как в сталинских домах планировочные решения современные квартирах будут гардеробные большие ванные комнаты Кухня-гостиная, несколько окон в одном помещении. На межквартирных площадках будет от двух до шести квартир. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 12 миллионов 900 тысяч рублей. По договорам переуступки однокомнатные квартиры стоят от 9 миллионов 200 тысяч рублей. Главное не забывать проверять квартиры по переуступкам перед их покупкой. И помните, что покупая квартиру по переуступке, на нее действует ипотека, как и на вторичное жилье. И только одноквартир от застройщика можно получить интересные ставки под 0,01% годовых. На сегодняшний день есть интересные ипотечные программы с низкой ставкой на весь период ипотеки. Нужна помощь недвижимостью? Напишите мне мои контакты и соцсети в описании к этому видео. Ближайшая школа к комплексу номер 371. И в ней есть вакантные места. В детском садике номер 29 две площадки. И ни в одной из них вакантных мест нет. В детских садах за номерами 37 и 57 аналогичная картина. Вакантных мест нет. У каждого учебного заведения есть своя отчетность. И если в ней как следует покопаться, то для себя можно найти достаточно интересную информацию. Итак, школа номер 371 располагается по адресу Благодатная улица, дом 36 в типовом здании 1961 года постройки. Проектная мощность школы составляет 560 учащихся. Нормативная наполняемость 725 учащихся. На 20 сентября 2021 года в школе насчитывается 744 учащихся. А теперь внимательно слушаем. Демографическая ситуация в Санкт-Петербурге вкупе с востребованностью школы на рынке образовательных услуг привела к тому, что фактическая наполняемость школы на 1 сентября 2021 года составила 148% от проектной мощности. А к 1 сентября 2022 года предполагается увеличение наполняемости до 150%, что существенно затрудняет реализацию образовательной программы на необходимом высоком уровне. К сожалению, проблема дополнительных площадей является самой нерешаемой проблемой, поскольку школа не может решить ее самостоятельно. Аналогичная ситуация будет со всеми школами и детскими садами в Санкт-Петербурге. Так как школы и детские сады не резиновые, а новые школы и детские сады строят в недостаточном количестве, забыв о нормативах. Но мы с вами знаем, что на территории комплекса ID Парк Победы будет своя школа и детский сад. И, возможно, это чуть изменит ситуацию с местами. Если обратить внимание на фасад, то мы видим как раз вот они выступающие конструкции. Это называется эркер. Наверху, получается, на эркерах будут у людей свои террасы. И они такие достаточно, друзья, широкие. Конечно, мне нравится, что фасадное заполнение – это все-таки кирпич. Кирпич, мы с вами знаем, это долговечный и достаточно теплый материал. После этого на фасад прикрепят утеплитель, сетку, оштукатурят и окрасят. Это называется технология мокрого фасада. Напротив комплекса – факультет Лесотехнического университета имени Кирова. Вокруг все уже давно застроено, еще в советское время. Вот здесь располагается государственное унитарное предприятие, которое занимается обслуживанием недвижимости. Там большое количество различной техники для уборки территории. Как мы с вами можем видеть, остановки общественного транспорта прямо находятся через дорогу и, соответственно, будут в дальнейшем и здесь. Поэтому здесь у комплекса просто, я считаю, шикарная транспортная доступность, потому что кроме автобуса и есть также и две станции метро. Ну, а как видите, с завода шли раньше. Здесь же промка была. На завод шли вот эти рельсы соседнего здания. Ну, теперь они никому не нужны. Почему-то их оставили, мы хотя бы могли бы вытащить из асфальта и сдать на металлолом. У каждого объекта должен быть паспорт объекта, и этот объект не исключение. Обратите внимание, что как нарисован комплекс, нарисована, соответственно, школа, в которой также будет детский садик, срок работы, ответственный, ничего не написано. Начало строительства в 21-й год, окончание 10 октября 23-го года. Хочу обратить ваше внимание на то, что фасадные проемы, вот видите, серый это бетон, кирпичом достаточно выложены качественно. Нигде не видно просветов, щелей или каких-либо неровностей. А с этого ракурса очень хорошо видно, что окна в пол. Но если обратить внимание, то окна в пол не с первого, не со второго этажа, а с четвертого этажа только начинаются окна в пол. То есть те, кто приобретает квартиры на втором и на третьих этажах, у вас будут обычные, скажем, классические, стандартные окна. За губ расположено здание водоканала. Мы с вами понимаем, что его точно никуда не денут. Но зато вот здесь мы впереди. Можем уже наблюдать технологию мокрого фасада. Сейчас подойдем поближе и внимательно все посмотрим. Здесь уже начинаются пробиваться облески будущего фасада здания. Мы видим с вами французские балконы, декоративные элементы. И вот на первый взгляд достаточно все неплохо. Технологию мокрого фасада очень часто используют в странах Скандинавии. Обратите внимание, на фасад крепится утеплитель. Вот он, зеленоватого цвета. Потом сетка, все это штукатурится. За счет этого влага, осадки не попадает в утеплитель. И он служит долгие-долгие годы. И за счет него здание теплое, а летом в жаркие дни прохладное. И вот здесь, если обратите внимание на утеплитель, то я, к примеру, не вижу, чтобы он был смонтирован криво, косый, чтобы были щели. Все ровненько и аккуратно. И это даже странно. Я, честно, такого не ожидал, будучи на другом объекте данного застройщика. И если обратить внимание на окна, вы только обратите, какие они широченные и высоченные. Практически от пола и до потолка. Стеклопакеты здесь, кстати, двухкамерные. И вот такой я вижу здесь серый цвет. Достаточно смотрится благородно. С вами сейчас мы, друзья, идем по улице Решетникова. И как раз вот до конца этой улицы дойдем. Там будет Московский проспект и станция метро Электросила. Это ближайшая станция, до которой километр 200 метров. Обычная шаговая доступность. Я всегда стараюсь пройти на стройплощадку для того, чтобы вам показать, что внутри. И когда смотришь издалека на объект, это одно ощущение. Но когда ты попадаешь вовнутрь, там можно посмотреть вблизи и кладку, и материал, есть ли рабочие, есть ли стройматериал. Поэтому пойду по кругу, смотрите, что здесь не пройти. Все закрыто, охрана не пускает. Может, есть где-то потайная дверца, при помощи которой мы пройдем на стройплощадку. По бетону скажу, что цвет очень приятный. Но сделано, можно было сделать и ровнее. Потому что есть места, вот сейчас вы их видите, да, где нужно было и можно было сделать все намного аккуратнее. Но понятно, от этого в любом случае здание вниз не упадет. Никуда оно не денется. А мокрым фасадом закроют все грехи. И будет все красиво и хорошо. На пересечении проспекта Юрия Гагариной улицы Благодатной есть заправка Роснефть. Но здесь отмечу, что удаленность от заправки достаточно большая. Тут, наверное, минимум метров 50, а может быть, даже чуть больше. Вот он первый этаж, второй этаж, третий этаж. И четвертого, вот видите, обратите внимание, что идут уже большие окна прямо в пол, практически в потолок. И уже идут, начинают идти французские балконы. Выступает монолитное перекрытие немного. И здесь потом будет дальнейшее ограждение. То есть, знаете, он такой вышел на одного человека. Может быть, двойник, конечно, можно выйти. Но места там особого немного, потому что не поставишь столик или еще что-то. Но выйти покурить, подышать свежим воздухом. Посмотреть на улицу, на вид, на город, конечно же, можно. Здесь я обратил, друзья, внимание на то, как застройщик смонтировал локти. Посмотрите, минимальное расстояние кирпичной кладки. Все четко и хорошо. Еще бы, конечно, хотелось посмотреть изнутри, как это все смонтировано. Конечно, место расположения этого комплекса решает все. Технология строительства, применение кирпича, красивый внешний вид, красивые картинки. Это движет на то, чтобы здесь приобрести квартиры. Потому что, когда их сдадут в 2023 году, стоимость на квартиры значительно увеличится. В планах инвестиций и приобретения квартиры, обратите внимание, найди парк Победы. Здесь можно будет проще и дороже сдать квартиру в аренду, нежели чем в каком-либо другом районе нашего города. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok